Собственно говоря, если говорить о рынке, на рынок, конечно же, взгляд позитивный. Действительно, вышли из того боковика, который у нас был практически 3 месяца. Пробили наверх, смотрим сейчас пока только вверх, но при этом не забываем, что называется, подтягивать стопы. В принципе, ближайшая цель, с Андреем согласен, где-то в районе 1900 пунктов, может быть, даже и повыше, если нефть поддержит. При этом, собственно говоря, по большинству бумаг находится в портфеле. Портфель, что называется, забит под завязку, по нашим рекомендациям. Чей портфель это? Портфель Silver Surfer, нашей торговой системы. Соответственно, по ее рекомендациям мы рекомендуем нашим клиентам, что сейчас в портфеле должно быть большинство бумаг, забит он практически под завязку. Об этом мы, собственно говоря, на наших утренних видеобрифингах, если ты это не вырежешь, Андрей. Возвращение визы. Возвращение визы. Весь список, пожалуйста, бумаг. Ох, весь список. Можно через продукты компьютер. Ну, да нет, в принципе, как бы, а что оглашать в большинство голубых фишек там. Что было, брали последнее? Сургут, перед этим брали Полюс, до этого Транснефть. Вот я, собственно говоря, назад отшагиваю. Сургут-Преф перед этим. Северсталь, ФСК, Уралкалий, Сбер-Преф, Лукоил. Еще раньше что-то еще брали, потому что Газпром мы держим на заводе, на самом деле, очень давно, еще до того, как вообще рынок вышел из канала. Поэтому могу даже, кстати, поискать Газпром. Газпром мы покупали 15-го, 15-го марта. А можно показать компьютер? Да, конечно. Вот, собственно говоря, вот все открытые рекомендации. Сайт NetTrader, раздел Silver Surfer. Что ты ждешь до конца месяца? Не знаю, пока я смотрю достаточно позитивно. Я даже думаю, что, в принципе, Евросоюз, ЕЦБ, на самом деле, действительно, завтра поднимет ставку. При этом заявления будут слегка жесткими, что даст еще повод к росту для евро, соответственно, на некой новой восходящей динамики и достижение уровня 1,44. То есть еще одну фигуру вверх сходим, вот, текущих уровней. Это же, в принципе, вполне возможно, поддержит весь остальной рынок. Соответственно, американцы еще подрастут, мы еще подрастем. Вполне возможно, что, действительно, в ближайшее время мы достигнем того самого уровня 1900 пунктов. А потом, потом рынок, я думаю, будет определяться с дальнейшим движением. Сейчас, конечно же, очень важно заявление представителей ФРС. Если ФРС пойдет, действительно, на подъем ставки в какой-то момент, то это может плохо отразиться на рынке. Других пока отрицательных факторов, таких, которые, чтобы могли, ух, ну, единственное, если что, если можно вспомнить, учитывая то, что сейчас на действия китайского ЦБ вообще уже никто не реагирует, все про них, что называется, забыли. Единственные факты, если произойдет резкое ухудшение ситуации с долгами европейских стран проблемных, и если бы здесь, что называется, на первый план выйдет Испания, вот тогда может быть плохо. Как прямое сторговое решение для этого портфеля? Наши управляющие используют, скажем так, это торговая система, основная на техническом анализе. Она является стратегией транследящей. И, собственно говоря, в какой-то момент складывается на рынке такая ситуация, что бумаги показывают сигнал на покупку. И, соответственно, буквально в этот же момент эта же рекомендация выходит на наш сайт со стопами. Стопы мы, опять же, регулярно оглашаем, регулярно описываем те ситуации, которые происходят на рынке, происходят в бумагах, опять же, рассказываем о них для клиентов на наших утренних видеосовещаниях. А, Борган, а ты сам ведешь портфель по тем рекомендациям? Этот портфель ведут наши управляющие. Ты сам служишь и торгуешь? Ну, во-первых, я сам участвую в тех же утренних брифингах, я участвую сам, но на мне лежит описание внешней ситуации на внешнем фоне, которая сложилась. Я рассказываю о том, как закрылись американцы, как торгуется Европа, как торгуется, прошу прощения, Азия, что происходит на рынке энергоносителей. А ребята уже рассказывают наши управляющие по бумагам, как они видят ситуацию в той или иной бумаге. Соответственно, рассказывают уровни, на которых, возможно, мы будем покупать, где сейчас стоят стопы. Вот так вот проходит наш утренний брифинг. А в чем фишка главной компании «Идрит», ты считаешь? В чем она сильна? Сложно сказать, потому что, знаешь, что называется, все такое вкусное. На самом деле, на трейдер селен командой. Той молодой, динамичной командой, которая сложилась здесь, которая готова, в принципе, работать. И работать, собственно говоря, не на себя, а на клиента, потому что, в принципе, и возможности, предоставляемые сейчас в нашей компании, я считаю, что достаточно неплохие, потому что это и консультационное управление, это и личные брокеры, и, в принципе, аналитика, я считаю. Ну, не мне судить о том, какой мы аналитика выпускаем. Который возглавляет Богдан Сбарич. Конечно же, не мне говорить о том, какую аналитику мы ведем, но мы стараемся давать разные форматы, в частности, вот начали фактически записывать свою личную аудиопередачу, да, у нас вот разные гости. Вот, Андрей, ты теперь пришел, да, сегодня ночью, что-то называешь. А вы считаете, что за аудио, а не за видео? Понимаешь, на самом деле, это немного разные форматы, на мой взгляд, и аудио, есть место и видео, и аудио, да, потому что с видео ты прикован, да, вот, например, с этими подкастами, у тебя закончился рабочий день, ты скачал его на плеер, поехал и в дороге послушал, да, ты едешь домой, слушаешь, либо ты... Ну, а смотреть ты при этом не можешь, либо ты за рулем, да, либо ты в метро. Нет, конечно, сейчас позволяет и видео смотреть, да, но все равно весят меньше, да, то есть, ну, есть свои плюсы, есть свои минусы, и того, и другое. Поэтому я считаю, что у аудио, да, у него остается, в принципе, останется своя ниша, которую он будет занимать. Так же, как и радиостанции, да, они не умерли после того, как появилось телевидение. Они живут и процветают, в принципе, до сих пор, американские... Принципи процветают, это жесткая драка. Ну, там достаточно жесткая, да, это жесткий рынок, но американские, например, радиостанции, за них зарабатывают огромные деньги. А какие-то идеи по развитию этого проекта, этого радиостанции? Ну, пока это всего лишь, ну, не всего лишь, пока, это 15-минутная передача, да, сейчас мы, я надеюсь, что в ближайшие, как бы, месяца-два я приведу ее вообще в окончательный, окончательно готовый вид, потому что, конечно, все, что происходит, пока это, ну, скажем так, больше попытка, попытка некоторая, да, что что-то сделать, да, пока некий творческий поиск, да, результат его, результат посмотрим, да, что из этого выйдет. Мне, главное, интересно, да, людям нравится, люди подписываются на программу, да, это уже что-то, люди ее слушают, да, высказывают свое мнение, опять же. Вот, это вот этот некоторый отклик, он позволяет, как бы, работать дальше. Мне самому интересно, я думаю, что сейчас вот мы первоначально вот такую программу делаем, еженедельную, да, в дальнейшем мы намерены, в принципе, делать аудиокомментарии по рынку, вполне возможно, у нас будут ухать 5-минутные, опять же, не у всех на работе, да, допустим, открыты различные, да, не у всех открыт доступ к видеоформатам, с аудиоформатами, к счастью, к счастью, проще, да, ты его скачал mp3, открыл тем же самым венампом и послушал. Мы риск поменяем, вообще читаешь других аналитиков? Нет, не читаю, объясню, почему, я не потому, что я считаю, что называется, хуже себя, я просто, я боюсь, что у меня взгляд замылится, то есть, я увижу, чужое мнение повлияет на мое, я, конечно, стараюсь этого не допускать, да, именно поэтому я стараюсь смотреть, то есть, для того, чтобы принять решение, да, мне нужно посмотреть внешний фон, оценить, что происходит сейчас на международных рынках, на нашем рынке, да, в тех или иных бумагах, мне для этого достаточно, в принципе, графиков и новостной ленты, если я начинаю считать аналитиков, то уже глаз может замылиться, может чего-то не увидишь, либо чего-то увидишь из того, что нет, но есть у этого аналитика, поэтому я предпочитаю как бы так писать самостоятельно, абсолютно, не, ну вот как-то так, да. А ты считаешь, что наиболее напряженное время у тебя работает, это утро или день или вечер? Утро, утро, ну, я, к счастью, есть такая возможность, я по утрам работаю дома, ну, начинаю работать где-то с 8 утра, то есть, сначала надо посмотреть, что происходит, что, какая ситуация сложилась на мировых внешних площадках, то есть, Америка, начало торгов в Азии, потом идет утренний обзор, потом у нас комментарий на радио регулярный по утрам, вот, потом у нас, потом идет подготовка к утреннему брифингу и, соответственно, в 10-10 утренний брифинг, в 10-30 уже начало торгов. И вот это время достаточно такое плотное, и здесь, если вдруг где-то не успеваешь что-то сделать, получается, что не успеваешь достаточно серьезно. Последний вопрос, у нас есть место молодым аналитикам, которые могут прийти и действительно сделать карьеру, или сейчас плотно занят? Я думаю, что место такое есть, в принципе, вот, один из моих подчиненных, Александр Бабайкин, тому, в принципе, достаточно неплохой пример, я думаю, что, в принципе, у всех есть такая возможность, главное этого хотеть, да, в принципе, я не сказал, что я там, ну, я же как-то пришел на этот рынок фактически в кризис, продолжаю работать. Я думаю, что у каждого есть шансы, главное хотеть, стараться, пытаться что-то сделать. Если просто сидеть на месте, конечно, ничего не получится, а вот если ты что-то делаешь, если ты к чему-то стремишься, ну, чего-то хочешь, вполне можно добиться. Опять же, хочется привести пример, не помню, как звали человека, по которому снят фильм «В погоне за счастьем», да, человек, опять же, простите, фактически из бомжа, да, с ребенком на руках, да, стал обладателем крупнейшего брокера, да, продал его и заработал, собственно говоря, миллионы долларов. Ничего ему не помешало, ничего человек хотел, человек работал. Спасибо большое. Спасибо.